Ненецкий округ принял участие во всероссийской акции «Единый день с дачи ЕГО родителями». На этот раз им предложили проверить свои знания по истории. Мероприятие приурочено Году памяти и славы в России. Отмечу, что в предыдущие годы участники акции уже сдавали демонстрационные экзамены по русскому языку и математике. Демонстрационный экзамен для родителей технологически и процессуально ничем не отличается от того, в котором участвуют их дети. Они также проходят регистрацию и пишут заявления на обработку персональных данных. На сегодняшнюю акцию зарегистрировалось 20 человек. Ситуация с дачей государственных экзаменов сейчас очень необычно проходит. То есть целая процедура с целым рядом ограничений. И родители должны, особенно те, которые будут сдавать, они должны знать об этом. Я вот как родитель будущей выпускницы, которая через год будет сдать экзамен, тоже в этом сейчас решил прийти. Во-первых, тема для меня близкая сегодня будет экзамен по истории. Поэтому я сегодня вот хочу принять и увидеть, как это происходит, в общем, изнутри. У вас ребенок старшеклассник, который у меня писатель, почему? Писать не будет, просто пришла, чтобы проверить свои знания. Потому что считаю, как бы, необходимым знать, как мы сейчас знаем историю нашу, русский язык, литературу и все остальное. Поверить, вспомнить, знания, так сказать, освежить. А вы как-то готовились к этому экзамену? Что-то повторяли перед этим? Или вы просто так пошли? Да нет, почитал немножко, не скажу, что там повторял бы. Особого времени не было. Перед началом непосредственного экзамена небольшое родительское собрание, исполняющее обязанности руководителя департамента образования Леана Храпова, рассказала собравшимся о том, как родители должны в психологическом плане поддержать своих детей перед сдачей ЕГЭ. Это такое серьезное мероприятие, которое позволяет нашим детям, потому что в любом случае мы должны понимать, что есть плюсы от единого государственного экзамена. Когда ребенок, получается, два в одном, он сдает экзамены школе, получает аттестат, и в то же время он получает результат уже для поступления в дальнейшее уже учебное заведение. Затем участники акции «Единый день сдачи ЕГЭ» для родителей перешли к решению тестов. В подготовленных аудиториях, как и положено, автоматически пронумерованные места, у экзаменующихся только черные гелевые ручки и паспорта, никаких телефонов и других средств связи. Хотя это считается репетиционный экзамен для родителей, мы проводим его в соответствии со всем рекламентом, который существует именно для экзамена для детей. То есть мы точно такие же пункты должны отследить. Подготовка точно таким же образом проходит. Ну и, соответственно, сам экзамен, то, что дети наблюдают во время экзамена, родителям то же самое показывают. Работа включает в себя 11 заданий. Кроме того, необходимо кратко написать историческое сочинение. Оценки мы им ставить, естественно, не будем. Единственное, что они могут получить результаты и узнать, на какие ответы у них был правильный дан ответ, на какие вопросы, на какие был нет. Всего на прохождение теста родителям отводится 30 минут. Результаты ЕГЭ родители сверяют самостоятельно.